Как это притворится повышение зарплат людей, которые, их благосостояние зависит от рабочего места и зарплата? Очень просто. Если будет, вот буквально недавно Игорь Артемьев, которого я там сто лет знаю, бедолага, руководит Федеральной антимотопольной службой. Читали его интервью, слышали, да? Да, конечно. Он объяснил, почему у ЖКХ большие тарифы, я тоже слегка вздрогнул. Но при инфляции официальной в 4%, у меня платежка в квартире Долгопрудном, где я живу за январь, этого года 21 тысяча рублей. А в январе прошлого года была 14 тысяч рублей. Но квартира у меня большая, у меня детей очень много, поэтому там они... Но, тем не менее, она в полтора раза выросла. И вот, в чем проблема? Проблема в том, что Артемьев, он старается, он пытается разрушить картели, сговоры при госзаказах. Но когда 70% госзаказа в одной отрасли получают сыновья генпрокурора, да, а в другой отрасли Ротенберге, то у вас, конечно, будут большие цены. Поэтому то, что я говорю, реальная конкуренция и удаление от раздачи своим денег, начинается с политической конкуренции. С той ситуацией, когда человек избирается губернатором и знает, что он стал губернатором. Не потому, что его из Кремля прислали, и он должен только им, да, а потому, что его люди выбрали. Вот с этого начинается нормальное государство. Вот в двух словах, если говорить. Потому что, чтобы свой заработал, нужно тариф поднять. Почитайте интервью Артемьеву, он там подробно про это рассказывает. Он, правда, фамилии не называет, ему, ну, он не может, вы же понимаете. Ну, если кто не читал, Артемьев сказал, что у нас вдвое завышены все тарифы ЖКХ. Да, потому что те, кто их регулирует, не могут противостоять давлению друзей прокурора и президента. Вот в чем проблема, которая на этом зарабатывает. Артемьев и Игорь, классический пример, безусловный либерал, пытается делать свою работу, разрушать картели, сговоры и так далее. Как вы думаете, если ему звонят из Кремля и говорят, Игорьевич, знаете, такая история, я понимаю, что здесь ЖКХ или вывоз мусора, сейчас тема номер один, да, мусорная история. Там надо как-то закрыть глаза на сговор, на что-то. Вы что думаете, он может сказать нет? Не может. Нет, может, он может, он трус, он трус, он трус просто потому, что если человек... Можно я скажу, что будет с Артемьевым, если он проявит жесткость? Да, его волят. В лучшем случае. В России радикально изменится политическая и экономическая реальность, если не будут раздавать должности и подряды своим. Вот это непонятно, что ли?